и возвращался с работы по этой же самой дороге в траве лежала это весу долбанули меня ну короче я попал в эпицентр мне повезло когда пиротехники приехали сказали что тебе повезло потому что под самой ногой взорвали шарики еще не раскрылись не набрали силу если метров восемь шел порубал там но там они приехали уже на место взрыва из стенки когда из девятиэтажки выковыривали там эти шары а я под ногой меня бахнули на меня осколками вот этими как стружка побила спину и левую ногу вот ну и контузия конечно с ушей кровь и меня уже по скорой по скорой меня забрали в областной больнице вот примерно так покушение выжил чудом что 7 месяцев боли месяцев болит что семья семья перепуханная была жена плакала до сих пор со мной машине ездит вот интересно что она до сих пор с вами ездит и до сих пор не уехала хотя сколько раз на вас покушались и сколько раз вы же сами уже там еще в первой части программы рассказывали что что ругался на на вас за то что вы отстаиваете русский мир слушайте но я вот в эфир вам хочу сказать насчет моей жених я когда уехал в афган это был границу я пересек 1 апреля 88 я вот провоевал там но феврале 89 нас вывели и когда я попал в госпиталь стране не мало на руках маленькая дочка была то есть она пережила столько когда я лежал не писем от меня ничего они на командира писали там и я пошел в госпитале уже написал и письмо так медсестра потом газете про меня написала операционная сестра таня ильчук которая в кабуле была у меня операционной сестрой представляете землячка приехала херсон и написала статью и я по полной программе потом получал это в ноябре их медиков убрали а мы еще до февраля как бы воевать и газетку прислали в общем так что у меня жена боевая она прошла такую во войну сту страшную что это для нее уже как бы знаете у меня есть товарищ алексей климов когда-то мы с ним сидели разговаривали знаешь это война война любая это как как доменная печь кто-то выходит сталью а кто-то шлаком